Всем привет! Мне нужно с микрофоном или нет, чтобы меня Зум слышал? Так, меня зовут Александр Яковлев, я хотел бы поделиться с вами, Зум меня видит, Зум нас видит, я хотел бы поделиться с вами разговором, который у меня произошел, я журналист и долгое время с шеф-редактором вчера. Мы говорили о том, что было бы большой честью, если бы в нашем эфире принял участие Алексей Ильич Романов, который сегодня здесь. И меня шеф-редактор спрашивает, а кто это? И я говорю, ну, Саша, объясни в двух словах просто. Алексей Ильич такой сравнение не понравится, но на мой взгляд, русский супермен, это самое точное, точное слово. И в этих словах нет совершенно ни миллиграмма, ни грамма пафоса. Герой Российской Федерации Алексей Ильич Романов сегодня вместе с нами. Спасибо вам большое, и для меня, я думаю, что для всех это большая честь, что вы сегодня вместе с нами. Спасибо вам большое. Обычно здесь это не все. Если вы слышали про Афганистан, если вы слышали про первую чеченскую, про вторую чеченскую, если вы слышали про самые серьезные и опасные контртеррористические операции, а вообще, пожалуй, про любые горячие точки за последние 20 лет, то во всем в этом, на переднем краю, в буквальном смысле этого слова, принимал участие наш сегодняшний гость. Когда, ну, давайте я не буду продолжать, мы сегодня об этом тоже будем подробно говорить. Я, наша сегодняшняя встреча в рамках онлайн-школы без срока давности, и Алексей Ильич имеет отношение к этому проекту, поэтому мы, наверное, начнем с этого, а потом уже перейдем к каким-то, может быть, историям, ну и к тем вопросам, которые вы можете задавать походнее только и здесь. И я приветствую вот тех людей, вот в частности, я вижу, Башкирия с нами и те регионы, которые с нами сегодня в формате зума. Алексей Ильич, здравствуйте еще раз, спасибо большое. Здравствуйте. Я, если где-то ошибся, поправьте меня. Да вроде нет, все правильно. А без срока давности проект, который появился, ну, он появился, может быть, там, относительно давно, он был сформулирован несколько лет назад, и вы один из, если поправьте, идеологов этой истории. Вот о чем она? Почему это важно? Ну, если можно, я бы начал бы чуть-чуть с небольшого вступления, рассказав о том, как начали готовиться к значимой, знаковой дате, в истории нашей страны 75 лет победы Великой Отечественной войны. И событие, которое произошло в Ярославском театре, где когда-то трудился Герой Советского Союза, собрали соотечественников, всех тех, кто проживает за рубежом, Росотрудничество собирало, и мы долго думали, коллеги мои, и я, как же все-таки должен называться следующий год, год победы Великой Отечественной войны, 75-летие. И изначально опробировали проект, который был посвящен блокадному хлебу. И к великому сожалению пришло понимание того, что граждане нашей страны, проживающие за рубежом, ничего практически об этом не знают. Провели социологический опрос позже. И этот социологический опрос, он показал, что граждане нашей страны по возрасту, если разделить, то люди постарше, к примеру, как я и старше, они склонны были к тому, чтобы год победы Великой Отечественной войны, а он должен быть указан, обозначен этот год, склонны были к тому, чтобы год назывался годом подвига и славы. Молодые люди, примера по возрасту, как вы сидящие в этом зале, они сходились в одном, чтобы этот год назывался годом памяти и славы. Понимая, что, естественно, историю нашей страны будут творить молодые люди, выбор был сделан в пользу молодых людей, и отсюда выход в свет указа президента Российской Федерации и наименование год в памяти и славы. Естественно, для того, чтобы знаковую дату отмечать, готовился план мероприятий, различных мероприятий, которые, в первую очередь, направлены на сохранение памяти, исторической памяти в сердцах наших граждан. И отсюда было предложение поискового движения России, это общественная организация, на Организационном комитете Победа. Сумаева Елена Масеевна, она руководит этой общественной организацией, она предложила реализацию проекта без срока давности, проект, который затрагивает злодеяния фашистов на оккупированную территорию. Как-то так уж получилось, что в большей степени мы вспоминали все те, кто сражался на фронтах. Уменьшая, может быть, роль все те, кто трудился у нас в тылу, все те, кто пострадал от действий фашистов. И, естественно, мы сейчас буквально за столом сидели, говорили о том, что есть разные цифры, из разных источников, от разных историков, озвучающие о том, сколько же погибло мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Эта цифра, она изначально была там от 13,7 миллионов до 15,3. Сейчас больше склонно говорить о том, что это 13,8 миллионов граждан нашей страны, погибших, замученных. И, естественно, поисковое движение России, общественная организация, которую воссоздали к 70-летию Сталинградской битвы. Эта организация была в советское время. И в своей деятельности эта организация занималась главной. Поднимали останки погибших наших граждан на полях сражениях. И потом созданы были или создавались условия тому, чтобы достойно перезахоронить с почестями всех тех, кто находился брошенными на полях сражения. И первой реализации этого проекта получила импульс в Новгородской области под деревней Жестяная Горка, где поисковики, благодаря тому, что деятельность разносторонняя, она затрагивает работу в архивах, полевые работы, это все те, кто работает на полях сражения. Взаимодействие с органами власти, с силовым блоком, все это привело к тому, что были подняты останки мерных граждан, расстрелянных, уничтоженных под деревней Жестяная Горка. И впервые с окраской геносит мира населения было возбуждено уголовное дело. В пустоте геносит мира населения. На самом деле для нашей страны это важно, потому что мы должны научиться говорить понятно, ясно, доказательно все, что касается не только Великой Отечественной войны. И поэтому вовлечены были Следственные комитеты, прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, общественной организации в реализацию этого проекта под названием «Бесрока давности». И опять же, в год 75-летия победы Великой Отечественной войны к реализации был предложен проект, который касался Нурбергского процесса. И понимая, что эти проекты не должны заканчиваться в год памяти и славы, что они должны дальше реализовываться. Все те, кто был вовлечен в подготовку, реализацию этого проекта, пришли к главному пониманию, что как можно больше должно вовлечено быть граждан нашей страны в реализацию этого проекта. Естественно, это и студенты, это и преподаватели, это и все те люди, которые работают в Силамбурге, это и те люди, которые принимают участие в освещении тех или иных событий, связанных с этими проектами. Естественно, выезжая в различные регионы, пришли к пониманию того, что это должно быть не только телевидение, не только газеты, журналы. Естественно, это должен быть интернет для того, чтобы мы могли бороться с противоборствующей стороной. Потому что достаточно много интереса проявляют и представители других государств для того, чтобы опорочить наше с вами имя. Я правильно понимаю, да, вот ты еще раз это, может быть, сформулировал. Для огромного количества людей трагедия, да, Великой Отечественной войны заключается в том, что люди ушли на фронт и погибли. Как там, я думаю, что родные, близкие, большинство здесь присутствующих. Но долгое время не говорилось очень четко, до недавнего времени, да, не артикулировались колоссальные потери соединительного населения, да, причем мы понимаем, что это женщины и дети. Да, да, уж коснулись Можесиной горки, там же достаточно много было детей, уничтоженных или штыками, или прикладами, или расстрелянные. И об этом говорить мы должны. Но это все стало возможным только благодаря тому, что стали рассекречивать архивные материалы Федеральной службы безопасности. Они долгое время лежали на полке. И объясню, почему. Ну, допустим, вот если касаться Новгородской области, русский батальон, который по бумагам проходил, который участвовал в том, что расстреливали, убивали, уничтожали мирных граждан. При этом никто не говорит, что он полностью состоял из граждан платья. Но везде проходит русский батальон. Может, на каком-то этапе, когда у нас был Советский Союз, старались об этом не говорить, умалчивали. Сейчас, наверное, пришло то время, когда надо все-таки точки на две растаять. Ну, и огромный массив данных. Я всегда привожу в пример ДУЛАК-142, потому что про Бухенвальд, я думаю, что здесь все слышали, как про абсолютное зло и абсолютный ужас, а про ДУЛАК-142 под Брянском. Значит, страна узнала несколько недель назад, хотя цифры сопоставили. Несколько месяцев назад, да, хотя цифры сопоставимы. То есть у нас под Брянском был Бухенвальд. Вы об этом знаете? Под Брянском было уничтожено больше людей за два года, чем почти за девять лет в Бухенвальде. И это не один концентр... Ну, фактически, да, может быть, не единственный концентр... Фактически концентрационный лагерь, который был на территории СССР. Колоссальная потеря. Я все-таки... Если у вас есть вопросы, пишите. Наташа, подсказывай, если есть какие-то вопросы, потому что у нас разные регионы здесь представлены. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать просто по поднятой руке. Но если можно, вот мне... Я всегда спрашиваю про личную мотивацию, да, потому что вы человек, которого... Ну... Вам это, да, вот вам это зачем? Почему вы, да, обладая абсолютным авторитетом, да, вы можете, я так грубо скажу, сидеть дома, курить бамбук, да, но укладывать огромное количество личных сил вот в эту историю, в тему памяти. Почему? Ну, дорогие друзья, вот сейчас прозвучал концентрационный лагерь Бухенвальд. У меня в моей истории, в моей семье дед, который находился в Бухенвальде. Вот за всю свою жизнь, остаток жизни моего деда и моего общения с ним, я ни одного слова не слышал о том, о Великой Отечественной войне. Он граждан был, награды это ему, никто не забрал, он успел довоевать Великую Отечественную войну, вернулся, потом у него была замечательная карьера. Но, вот я от него одно слышал всегда, мы с пола есть не должны. Я долго не понимал, долго не понимал, почему мне об этом говорят. И как-то, как-то получилось так, что в один из юбилейных годов он мне сказал о том, что он содержался в Бухенвальде, что он попал в плен, будучи раненым, и приходили и по-моему выливали на пол. И кто-то начинал есть, кто-то для себя выбирал путь другой. Лучше погибнуть, нежели уподобляться животным. Разные абсолютно истории были, но когда он мне эту историю рассказал, он все время плакал. Меня мальчишка затронула. Когда пришло время, я стал уже, естественно, взрослым человеком, и была возможность более детально прикоснуться к истории нашей страны, я посчитал для себя важным принять участие в реализации этого проекта. Вопросы? У меня вопросов много. Можно тогда вопрос от ректора? В каком-то это промахи? Я буду. Алексей Викторович, а вот действительно, вы человек военный. Получается, прямо, насколько потомственный военный, потому что про это в интернете тяжело узнать, очень тяжелое время нашей страны стали офицером, тяжелая служба. Вот первый вопрос, как вы выбрали свой труд именно как военного, и сразу вдогонку, как у вас, как у военного вдруг просыпается такой большой интерес к истории, и когда у вас к истории просыпался интерес до службы в армии, во время службы, после, ну, что-нибудь вот такого личного. Могу, положая руку на сердце, сказать, что у меня прапрадед военный, прадед военный, дед военный, отец военный, я военный, и дети тоже военные. Совсем скоро, 9 декабря, наша страна будет отмечать День Героев Отечества. История этого праздника, она такова, что Екатерина II понимает значимость воинского подвига День Святого Георгия учредила орден Святого Георгия Победоносца. И этим орденом сначала награждались только офицеры, и позже стали награждать рядовой состав этим высшим воинским орденом. В истории моей семьи и прадед, и дед награждены были этим орденом Святого Георгия Победоносца. И этим горжусь. Я рад, что в этот день в истории Российской Федерации появился День Героев Отечества. И естественно смычка одного поколения с другим поколением происходит в Георгиевском зале Кремля, где увековечены все фамилии награжденных этим орденом, в том числе и воинские части. И уже сейчас в истории Новой России есть награжденные этим орденом. И первым награжденным является Сергей Афанасьевич Макаров. Он был командующим Зевро-Кавказским округом. Я думаю, что вы помните или слышали цифры 080808, время, когда грузинские вооруженные силы нанесли одневое поражение по нашим миротворцам Южной Осетии и после этого вошли в Схен-Лам. И было принято решение президентом страны на тот момент недели был Войска были введены для того, чтобы защитить мирных граждан. И этим орденом Святого Георгия Победоносца награждает военнослужащих за те или иные действия, позволившие представить КТ-Государственную награду за пределами нашей страны. Так же, как ЧАС награждает военнослужащих, проявивших себя в Сирийской Арабской Республике. Я, конечно, сталкиваюсь с такой проблемой, потому что много из того, к чему имеет отношение как военно-как из подразделений под грифом секретным. Не знаю, какие вопросы можно задавать, какие не стоят, но в Википедии вы можете посмотреть, я не буду пересказывать. На самом Википедии это не последняя инстанция, и я со многим не согласен с тем, что там пишу. Но, тем не менее, можете почитать. Мы же со смертью не сталкиваемся, мы как-то даже слово боимся, а вы сотни, а тысячи раз со смертью сталкивались, и вот то, что мы видим в голливудских кинофильмах, когда на руках погибают, когда близкие, ну, люди, друзья погибают, это все для вас много, это не картинка с телекрана, это то, что вы прошли, и у меня есть такой очень глупый, но детский вопрос, не страшно было, когда вы туда шли в 101-й раз в этот пик. Страшно всегда, ну, вот, смотри, я с 8-го класса стал совершать прыжки, рашютные прыжки, и каждый раз, когда я этот прыжок совершил, мне страшно, волнительно, и когда ты выпрыгнул и летишь в свободном падении, естественно, ты уже потом начинаешь думать подробно. То же самое, когда человек попадает на войну, вот первый шаг, он всегда страшный. И когда я попал служить в Афганистан, это начальный период, срочная служба была, и на тот момент было уже много-много фильмов, в Великой Отечественной войне, в замечательных фильмах, и вот мой командир разведывающего народа, куда я попал служить, наверное, что-то вспомнилось с фильмом «Говорит, вот один старик», и он сказал, научься веркеть головой на 360 градусов, и не будешь сидеть на одном месте, и будешь перебегать, останешься живым. Но помимо того, что надо перебегать и поражать, надо еще оказывать помощь своим друзьям, раненым. Я прошел учебку, в котором набирали спортсмены, которые могли бы в районе боевого действия оказывать первую медицинскую помощь. Поэтому у меня должность первая была, вернее, называлась «Санинструктор, первая спорта организация». То есть в мирное время я должен был организовать спортивные занятия для того, чтобы в нормальном состоянии могли быть готовы десантники выполнять в будущем задачи. Ну а ранее боевое действие это принимая участие в засадах, в поиске, налете. Это все, что проводят разведчики в районе боевых действий. В этих условиях это уже было оказывать помощь своим раненым. Выносить их, перевязывать и дальше потом доставлять уже к месту, где первую врачебную помощь оказывали. Если есть вопросы, вы можете поднимать руки. У меня так много. Но да. А потом, пожалуйста. И у нас вопрос от Александра Сайчук. Добрый день. Как вам, по вашему, можно привлекать в рисковое движение? Ну давайте сначала представьтесь. Спасибо. Иван Шухмин, третий курс политологии. Алексей Викторович, вы ветеран, воин, герой. это однозначно. И вы большой пример для нас всех. Это большая честь для нас. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, в наше время разнулось понимание патриотизма у многих молодых людей. Скажите, в чем для вас заключается патриотизм? вас как зовут? Иван. Может так, да, Иван? Иван, наверное, я здесь соглашусь с вами. Почему? Вот совсем недавно к нам сюда, в Россию, приезжали, приезжал руководитель общественной организации в Италии, генерал, который объединяет в эту общественную организацию десантнику. И он сюда приезжал с умыслом. Его пригласил министр обороны нашей страны для того, чтобы поблагодарить за то, что в Италии поставили памятник нашему офицеру, старшему лейтенанту Александру Пархаренко, который вызвал огонь на себя для того, чтобы уничтожить бандитов, окруживших его. Военно-космические силы были задействованы и ракетно-бомбовый удар нанесли. Молодой человек, которому на тот момент, наверное, я же, мы ушли 24-25 лет. Ну, наверное, чуть-чуть постарше, чем надо. Чуть-чуть. Но я думаю, что это примерный возраст ваш. Если вспомнить, опять же, сирийские события, летчика Филиппа, можно привести в пример, бандитам, которого окружили, от которых он отстрелился, и говорил, это вам за пацаном. Если вспомнить сотрудника МВД в Дагестане, которого потом убили, и он говорил, работайте, братья, это тоже примерно ваш возраст. Слово само патриотизм, оно же ничего противного, плохого не несет. Это любовь к родине и возможность стать на защите нашей родины. Если однокоренные слова подобрать к слову родина, наверное, в первую очередь, придет народ или род. То, чем мы с вами можем своими корнями гордиться. родители, вот я не зря вам приводил пример своей семье. Принимали участие в разных войнах. Я про это знаю. При этом я это стараюсь донести до своих детей. Наверное, в каждой семье примеров предостаточно. Главное, только надо обратить внимание. рано или поздно вы тоже станете родителями. Кто-то стал уже, наверное. И, наверное, сейчас можно вспомнить действие, в котором многие граждане нашей страны принимают участие. Называется бессмертный полк. Время до пандемии оно позволяло в очном формате принимать участие и от года к году количество людей выходящих с портретами своих родных и близких оно увеличилось. Пандемия внесла свои коррективы. И в онлайн формате стали проводить цифры-то тоже огромные, на которые мы ориентируемся. Люди, которые считают для себя важным в этом заочном формате пронести, показать, рассказать. Допустим, если сейчас вспомнить музей на Поконной горе, там тоже не стоят на месте и экспозиция новая открыта, которая позволяет любому человеку побеспокоиться о том, чтобы занести данные своих родных и близких, фотография, описание, мест, где воевалых родственник может быть награжден какими-то государственными наградами, чтобы потом во прошествии лет можно было привезти своего сына, дочку, внука, внучку и рассказать. Потому что зачастую я уже часто говорю о том, что мы больше знаем о своих собаках и кошках, но меньше мы знаем о своих родных и близких, которые творили историю нашей страны. поэтому вот эти проекты, которые мы затрагиваем, на мой взгляд и позволяют говорить о патриотизме. А если вернуться к тому, что кто такой патриот, может быть вы поправите меня, мою точку зрения, но, наверное, все-таки это неравнодушный думающий человек. Я думаю, что многие со мной согласятся. А если уж не согласны, подискутируем с вами. Два вопроса в чате. Вопрос от Юлии Яндуренко, если я неправильно по слову дарить, простите. Скажите, почему школьников редко возят на экскурсии в консулья Кушкинская карта и замечательные идеи для посещения театров, есть ли правильное посещение таких памятных мест? Не уверен, что это вам вопрос, но тем не менее, скорее. На самом деле сейчас все упирается в то, что учитель должен заранее договориться с сотрудниками МВД для того, чтобы можно было, даже если есть автобус, на котором вывозить необходимо, этот автобус надо сопровождать, потому что события последних лет показывают, потому что у нас в аварии попадают, в том числе, и школьные автобусы, ответственность огромная лежит на учителях, на родителях. Ну вот последние годы, когда музей, на покойной горе музей Победы появилась трехмерная панорама, называется «Подвиг народа», количество людей, желающих посмотреть эту экспозицию, оно растет от года в году, в том числе и школьники со своими учителями туда приезжают. Но возвращаясь, допустим, к поисковому движению «Россия», могу сказать, что у нас в ряде регионов есть регионов, есть парки «Россия. Моя история», и там экспозицию поискового движения «Россия» проводили в своем имена из солдатских недаленных. То есть останки военнослужащих поднятые на полях сражений, раскопки на местах боев, сразу видно, кто где воевал, потому что рядом с останками будет лежать нож разведчика и значок парашютиста. Ну, прям в цепь вот так вот будет, и у каждого так вот будет и нож, и значок. Вы сказали про первый прыжок, чтобы было страшно, а сколько у вас сил? Ну, если говорить по меркам спортивным, то это не что. Если по меркам военнослужащих, у меня чуть больше, там, тысячу ста прыжков. я когда-то, проходя службу в воздушных десантных войсках, уже задумывался о том, что я завяжу, прекращу прыгать, и на мое счастье появился в моем окружении абсолютно чемпион мира по парашютному спорту Добряков Денис Валерьевич. сейчас это мэр Рыбинска, который пристрастил или по новое убедил меня совершать прыжки уже на спортивных купалах. Благодаря ему, я могу сказать, что спецподразделения, в котором я служу, в Энбеле, мы принимали в нашей стране первыми принимали участие в боевых действиях совершая прыжки на управляемых парашютах. Такого в нашей стране после Великой Отечественной не было. Но если вспомнить, сейчас достаточно много в ТикТоке размещают различного материала, в том числе мне нравится ролик о том, когда летчики обнаружили выдвигающуюся колонну бронетанковую под Можайском, а там не было воинских частей, и было принято решение с малой высоты самолета усаживали без парашютов десантников, которые, падая снег, вставали на пути движения бронетанковую колонну своими телами, взрывая эту технику, преградили путь к Москве. Мне, помимо прочего, очень важно в последнем вашем ответе показалось в ТикТоке, потому что вы пользователь ТикТока, вообще не так много у нас управленцев высокого уровня и ветеранов их действий, которые вообще понимают, о чем, что такое ТикТок, и в связи с этим возникает вопрос, ну, во-первых, я процитирую Анжелику Гарину, которую она написала, мне кажется, проблема не в дефиците автобусов, а в новоботном стремлении играть для остающего поколения от реальности. тут можно, мне кажется, это не вопрос, а скорее реплика, а, то есть, с одной стороны, у нас есть пространство соцсетей, да, ТикТок, Инстаграм, ВКонтакте и так далее, и так далее. С другой стороны, у нас есть тема, о которой важно рассказывать, да, молодежи, школьникам, и очень часто это две такие непересекающиеся реальности, вот, есть ли примеры, где это получилось сделать, на ваш взгляд, рассказать об истории, о войне, о нашей какой-то национальной гордости в интересный современный флот. Вот вас, что-то лично вас затронуло, все, что угодно. Вы знаете, как-то мне Новикор Сергеевич, начальник управления по общественным проектам в администрации президента предложил сходить на оперу под названием «Реквиум». У меня было несколько походов в оперу и на 15-20 минуте я засыпал. Честно, положа руку на сердце, я говорю, Сергей Геннадьевич, ну, какая опера ли я? Ну, как-то вот, потом понимаешь, что, ну, неудобно артачиться, надо сходить посмотреть для себя. Думаю, ну, приду, посмотрю, если несколько действий будет, то со второго я уйду. И когда стали рассаживаться в Геликонопеле по местам, я смотрю, все места заняты. Проходы между сиденьями, они тоже забиты. Места свободного абсолютно нет. и верни, я понимаю, что с латинского перевода существовал мой начальник. я вижу, в том числе, и документальные кадры, которые сопровождают действия на сцене, и я понимаю, что на 15-й минуте зал рыдает. и я понимаю, что были фильмы, которые касались наших граждан, которые прошли через конституционный лагеря. Ну, допустим, фильм, замечательно, на мой взгляд, с советской поры, помни имя свое, с Людмилой Касаткиной. И я, честно говоря, сетовал на то, что нет ничего такого, чтобы можно было предложить гражданам нашей страны уже в новой интерпретации, ну, и не повторять действия из раза в раз, одно и то же. И когда я реквим посмотрел, я пришел на следующий день, начальник проводит совещание, и я, честно сказать, извинился. За ту слабинку, которую отдал Артачись на предложение Сергея Ленача. Мы съездили с этой постановкой, в том числе и в Беларуси. И то же самое. Полный зал, и на 15-й минуте все рыдают. О чем это? В первую очередь, это злодение фашистов. чтобы мы не забывали об этом. В том числе это возможность сострадать. В том числе это возможность помнить, думать или задуматься над тем, что было, для того, чтобы это не повторилось уже сейчас и в будущем. для меня, казалось бы, далекого от оперы действовать, и меня заставило насупить брови, не пустить слезу, но насупить брови и задуматься. И понимать, что граждане нашей страны, далеко стоящие уже в Великой Отечественной войны, они об этом тоже задумываются. Потому что, допустим, я внук ветерана Великой Отечественной войны, следующий тоже по возрасту совсем далеко стоящий. Но, в том числе, вот сейчас, если вспомнить, волонтеров Победы, общественной организации, молодые люди. Кто-нибудь слышал об этом? У нас в чате есть, насколько я понимаю, ребят-волонтеры. Да. И 75-ти там всплывали окошки тогда не подставлялись. То есть, молодые люди, которые сами по зову сердца понимают или хотят понимать, что они нужны не только 9 мая, но в том числе и в других проектах в Великой Зуме. Пишут, Волонтеров Победы. А вы, кстати, те, кто ребят-волонтеров Победы в Зуме, напишите, представьте сейчас, потому что интересно, кто-то, и откуда вы любопытны. Я знаю, что в Зуме-то много сейчас людей из разных регионов, поэтому прямо сейчас напишите. И если вы еще уже представлены, сам на вас напишите просто с вами. Морозова Варвара. Я вам... Вы знаете, если продолжать тему фильмов о Великой Отечественной войне... Извините, вот смотрите, Паша, монтёр Победы Свердловского гостя, Павел был из Крыма, по-моему. Если бы я еще раз перебил, да, мне просто... Оддельно... Кто-нибудь смотрел фильм «Подольские курсанты»? Смотрели, нет? Не стесняюсь. Некоторые есть. Посмотрите, замечательный фильм Игорь Угольников снял, основываясь на реальных фактах. Он снимал на месте, где велел бой подольских курсантов. Для меня этот фильм тоже фильм, который затрагивает за живот, потому что там были курсанты архиевистского и пехотного училища. А в составе пехотного училища были курсанты рязанского пехотного училища, которое впоследствии стало рязанским воздушно-десантным училищем, которое заканчивало. Для меня очень важно было побывать на местах боев, на местах сражений. Я понимаю, что прошло время и полностью мы не смогли воздать должное молодым людям, которые погибали. Последний рубеж, все последний. Никого нет. Курсанты подольские встали и защитили нашу Москву. 1 декабря будет отмечать страна, 125 лет, сегодня рождение Георгия Константиновича Жукова. Деревня Стрелковка рядом Российское военно-историческое общество повесило плакат. Здесь родился Жуков. Желтый плакат, черные буквами. Да. Я полюбопытствовал. Остановка рядышком, молодые люди стоят. Я говорю, можешь задать вопрос? Да. А не подскажете кому? вот этот стенд? Молчать, не говорят ничего. На второй остановке тоже спросил, тоже не говорил. В городе Жуков есть музей. И в этом музее достаточно возрастные, курсоводы, женщины работают. ну и я со своим друзьям приехал туда. Задаю вопрос женщине. Я говорю, не подскажете, кто из последних генералов, если знаете, был здесь, в музее. Это полководец Победы. Полководец, которому многим обязана в истории нашей страны. И мне женщина говорит, Алексей Викторович, последним здесь, в 2001 году, был Сергей Борисович Иванов, министр обороны. 2001 год. Я говорю, чтобы после этого не были, да. На самом деле, ответ страшный. Потому что прервали ленточку, которую передавали из поколения в поколение. То есть гордость, самое главное, уже нынешнее поколение полководцев не связывает абсолютно с этой фамилией. На самом деле, мне это удар Сергея сомненно прозвучал. Я об этом стал рассказывать, встречаясь на различных мероприятиях с министром, замом министра обороны. Но к чему привело? Стали курсантов туда ввозить. Курсантов высших учебных заведений. Близлежащих, в том числе слушателей военных академий. Тоже стали ввозить. Я понимаю, что в программе, допустим, академию, которую заканчивал, академия дисциплины ЦЛС, история воина и военного искусства, понятно, уделяет внимание полководцам. Но приехать на место это совсем другое. Поэтому об этом стал говорить наш начальник. я все прошу аудиторию, но я на самом деле знаю, что тут есть вопрос. Ребята, в зуме, поднимите так много времени. Можете ли вы поднять рубку? Аташа, тогда мы не сможем вынести. Ну, тогда, пожалуйста, вопросы. Давно хотите. Здравствуйте, я Шетцова Алина, 4-й курсе философского факультета. Я бы хотела задать вам такой вопрос насчет проведения праздника, празднования победы. В основном большинство людей связывают этот праздник с какими-то положительными эмоциями, победа, танцы, пение. Но наравне с этим существует такое мнение, что это все-таки день траура и все развлекательные мероприятия с необходимостью нужно отменить. Вот как вы считаете, какая ваша реакция на это мнение с точки зрения непосредственного участника этих событий? Ну, не участника этих событий я в Великой Отечественной не воевал. Но для смеха отступлю чуть-чуть от вашего вопроса. На одном мероприятии в Челябинской области оказалось так, что за фуршетным столом я оказался с тремя ветеранов Великой Отечественной войны. И они меня смотрят, видят белые волосы, сыгину, щурятся и понимают, что без очков они так достаточно сложно различают. И они потом задают вопрос, а вы на каком фронте воевали? Ну, так, для смеха. А так, конечно, смотрите, я не зря вам приводил пример про социологический опрос граждан нашей страны, который касался как называть год 75-летия. Огромный срез. И говорить о том, что у нас многочислен, большое количество граждан не согласны с тем, что надо проводить праздничные мероприятия, это ошибка. я могу точно сказать, что мы ориентируемся на цифры всегда. И вообще первый вопрос в опросе граждан нашей страны, все участвующие в опросе, они говорят, мы гордимся победой Великой Отечественной Рании. Значит, большая часть граждан она склонна к тому, чтобы праздновать и показывать то, что мы победили Великое Отечественное Майдер. Наверное, наверное, вы посмотрели опять же упомянутые ряд артеров, которые говорили о том, что на костях праздника не может быть. Мы не предлагаем на костях праздновать, правильно? Мы говорим о том, что для страны это победа, это радость. Радость того, что мы, наша страна, победила. Радость от того, что закончилась война. Поэтому эта радость отражается и в парадах, которые проводятся. Был период 90-х годов, когда с Красной площади парад перенесли ближе к музее в упокон на горы. Потом все вернули обратно. И после парадов, после парадов в разных регионах нашей страны, когда позволяла медицинская обстановка, проходило шествие бессмертного палка. Я говорил о том, что для людей было важно пронести фотографии своих родных через Красную площадь. К нам приезжали и приезжают очень много иностранцев. Допустим, родственники, те, кто воевал, обскадрили на Армаде Нема. они приезжают. Приезжали и количество родных и близких оно растет. К нам приезжают те, кто принимал участие в сопровождении каравана пикюра. По ленд-лизу доставляли технику. Это из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании очень много приезжают. В том числе граждане которые принимали участие в сопротивлении во Франции, Бельгии, Нигерландах, Италии. Они тоже к нам приезжают. Примерно около полутора тысяч, потому что больше невозможно отказ ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому как правило в эту цифру стараемся укладываться для того, чтобы желающие иностранцы могли приехать сюда и разделить радость. нашу с вами радость победы. Поэтому я считаю, что пока проводится парады, мы с вами можем гордиться за свою страну, за свою армию, потому что новые вопросы, которые показываются на параде, это возможность показать миру, чтобы на нас не напали. Ответом? Спасибо. Вы как участник военных действий, все-таки вы воспринимаете это как битва в боксерский ринг, или там битва на татаме, что победу, конечно, победитель всегда помечает. Правильно? Наверное, в первую очередь, у нас же парад начинается с прохода танка Т-34. Это воздать должное всем тем, кто сражался на полях сражений года великой с нами. 9 мая, естественно, соотнести с этим днем. Потом мы каждый раз в советских временах и до нынешнего времени это возможность показать новые образцы вооружения. Это лишний раз возможность показать и напомнить, что нам есть чем себя защищать. Мы же не нападали никогда ни на кого. Мы защищались. Поэтому это лишний повод об этом говорить. Тем более военные атташе всегда присутствуют на аппаратах. Через этот аппарат это возможность донести и показать точку зрения нашего государства. Давайте попробуем. Давайте один вопрос зума. Один вопрос от меня, один вопрос от ЗАН. потому что у нас не так много времени есть. Можно в экспресс-формате кому дать слово? Там ручка Сайчок. Александра Сайчок. Александра, вам слово. Включите видеокамеру, чтобы мы вас увидели, если можно. Да, добрый день. Очень рада со всеми видеться. Я хотела бы у вас спросить, как вы думаете, как сейчас можно привлечь молодежь к поисковому движению? Потому что меня привлекли с детства, я вот в следующем году уже как 10 лет поисковому движению, но, к сожалению, молодежи очень мало. Откуда вы, кстати, Александр? Я из города Москвы. А, спасибо. Саша, можно, нет? Да, конечно. Саша, вот смотрите, поисковое движение России, когда было воссоздано, я уже говорил о том, что к 70-летию Сталинградской битвы было принято решение, средний возраст этой организации составлял 44 года. И обсуждали с руководителями поискового движения России эту проблематику, мы пришли к главному, что надо создать условия такие в школах, чтобы были преподаватели способные донести информацию, заинтересовать молодых людей этой проблематикой и позже во Всероссийском детском центре Орленок проводить профильные смены. И сейчас это организуется и проводится. Как правило, это конец ноября, начало декабря такие смены проводятся. Чтобы можно было в этой аудитории рассказывать о новых практиках, рассказывать историю нашей страны, потому потому что я будучи в Краснодарском крае занимаясь подготовкой возможного приезда президента на смену поисковому движению России, услышал и увидел поисковиков, которые, не имея отношения к военной службе, настолько интересно рассказывали о событиях битвы за Кавказ, о том вооружении, которое использовали наши военнослужащие, немцы. Я вам скажу, что для меня военного человека это было просто я с открытым ртом сидел, смотрел и слушал. И очень хорошо, что есть такие люди, способные заинтересовать. И вот из года в год уже эти смены проходят и появляются новые проекты, реализуемые поисковым движением России, в том числе и молодыми людьми. Ну и когда-то был такой форум «Балтийский Ортек», на который собирали молодых историков, куда на встречу с молодыми историками привлекали и поисковиков, которые могли рассказать, показать в интересном даже формате казалось бы, останки военнослужащих, которые поднимут, но эта история другая совсем. Поэтому возраст, на котором я начинал говорить 44 года, это уже другой сейчас возраст, порядка 37 лет средний возраст поискового движения России. Омоложение прошло, и количество участников этой общественной организации, оно тоже увеличилось. и если говорить о региональных отделениях поискового движения России, это у нас 85 субъектов Российской Федерации, 83 субъекта Российской Федерации, которые выезжают в те или иные регионы нашей страны, участвуя в мероприятиях по тому, чтобы можно было поднять остатки наших военнослужащих, идентифицировать и придать земле достойное. Но если говорить о поисковиках, еще раз уж, я извиняюсь, что немного сейчас времени уделяю, трехмерная панорама, которая создаётся у нас в ряде регионах, это молодые люди, студенты питерских вузов изначально. Возглавлял и возглавляет эту организацию Дмитрий Паштаренко в этом году достоин государственной премии. Сначала с молодыми людьми, со студентами они вели поиск на Невском пятачке. И потом пришли с предложением создавать трехмерную панораму. И первый раз, когда я слушал этого молодого человека, у меня два чувства боролись всё-таки. Помочь или отказать? Помочь в чём? Они написали это молодёжная организация поисковиков, написала грант, заявку на грант. И денег, я вам скажу, очень много запросили. И вот знаете, такая дилемма поверить или не поверить? В конечном итоге поверили. И в 14 регионах нашей страны были созданы трёхмерные панорамы. на каждой панораме присутствует президент Российской Федерации. На каждой. И вот сейчас время будет, время, обязательно найдите это время, посетите панораму музей на подкомном мире, называется «Подвиг народа». Посмотрите, вы по-другому будете смотреть на жизнь, по-другому относиться к своим родным и близким. Ну и сегодня Дмитрий Паштаренко в ряду государственной премии, получивший из рук президента Российской Федерации, молодой парень, ровесник многих. Два вопроса последних, вот я вижу руку поднятую, но я хотел бы от себя задать вопрос, потому что у нас большинство вопросов сегодня было связано с Великой Отечественной войной. Как человек, который занимается патриотическим воспитанием, я хотел бы такую страшную тему поднять, потому что когда вы рассказывали впечатления про фильмы, про сострадание, я вспомнил московское метро и то состояние, которое было там в течение недели после терапии в Беслане. Когда ты заходишь в метро, а у людей, у всех людей глаза на мокрых, как говорят, глаза на мокром месте. Самый страшный теракт в российской истории, вообще, страшнее не было никогда. Я думаю, что людей, которые не помнят вот эти фотографии бойца спецподразделения, которые бы носил ребенка, их нету. если у нас как-то мы стремительно становимся более пожилыми, может быть, кто-то из вас, многие из вас это знают, знаете, из Википедии, но это то, что важно знать и каждый сим-театр вспоминаем эту трагедию. Я тогда был совсем молодым парнишком, но я думаю, что даже я тогда задал себе вопрос, как не сдохнуть от боли, потому что мне, как человек, который смотрит это на телеэкране, вот, ну, разрывает изнутри людей постарше, вот здесь Денис Валевич, а людей, у которых уже в тот момент были дети, это было, мне кажется, еще страшнее, потому что ну, это примерял на себя каждый, и мы-то последние лет десять целый теракт не произносим, а тогда это было, ну, не нормой, но что-то, что... Очень часто. Но очень часто, да, и сейчас это не очень понятно, когда в домах обсуждали, кто будет дежурить, потому что были взрывы Гульенова, но Баслана, это такая, знаете, это самое страшное, что было. Я почему вас спрашиваю, потому что, в отличие от меня, молодого парнишки, который это видел на телеэкране, и здесь присутствующего, большинство из которых, это просто статья в Википедии, для ваших родителей, я думаю, что непросто. Вы были тем человеком, не знаю, открыто или закрыто, ну, давайте так сформулируем, что вы видели это своим глазом. Я так сформулирую, ну, кому интересно, посмотрите, почитайте, не просто так, естественно, Алексеевич, видео. Вот как, а как вы не сдохли от боли? Вы извините из-за такой грубости, ну, ну, может, некорректный вопрос, но, как это пережить вообще? Саша, может? Я, наверное, издалека. Я, когда первый раз попал в район боевых действий, я начинал с того, что я служил в Афганистане. Я с огромной обитой на общество вернулся обратно. Я, наверное, не один такой был. было неприятие обществом и было неприятие тех, кто прошел через эту войну. Потом у меня была командировка уже офицером после окончания Рязанского воздушевеса в училище. Тоже почти два года. И потом были командировки на Северном Кавказе, первую Чеченскую, вторую Чеченскую. Ну, естественно, когда я попал в Афганистане, это были события, связанные с выявлением и нейтрализацией лидеров банков подпорья. И каждая моя последующая командировка, она переводила меня к главному. Люди не виноваты, кто, что ты ездишь. И было понимание, что я делаю важное, нужное дело для граждан нашей страны. Когда случились события в Беслане, я был в отпуске и Бочаров Вячеславу Алексеевичу, о котором я рассказывал, это герой Российской Федерации, который служил солдатом, потом позже мы оказались в выбиле. Он был моим подчиненным, и у него было пулевое ранение полу. Его пожертвования, подвиг Матросова, кто не слышал, нет? Александр Матросов. Лег на амбразуру, да. Так вот, порядка 450 военнослужащих Красной Армии совершили этот подвиг, а первыми совершили в Новгородской области четверо разведчиков. Это я к тому, что из поколения в поколение мы учимся на примере своих родных и близких, старшего поколения, принимает что-то лучше или замолучше. Давайте мы, М, прости, я не дам тебе слова, я думаю, что это лучший момент, чтобы поставить многоточие, и вы знаете, мне кажется, мне кажется, это лучший момент, чтобы поставить многоточие, и мы очень часто слышим вот эти слова героизм, герои, забывая, что герои спасибо вам огромное.